МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шесть лет проведет жители Олы за переписку интимного характера. Свою вину ранее судимый магаданец не признает. Магаданский парк «Маяк» получит из федерального бюджета 257 миллионов рублей на продолжение реконструкции. Об этом сообщил глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Региону выделят дополнительные средства в соответствии с поручениями, данными по итогам поиски председателя правительства Михаила Мишустина в Дальневосточный федеральный округ. Парк «Маяк» в бухте Нагаева появился благодаря победе в 2018 году во всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Авторы получили 100 миллионов рублей, еще 85 миллионов выделила Минвосток развития России по линии единой субсидии. Объект создали 26 декабря 2019 года. На втором этапе благоустройства планируется построить автопарковку на 66 мест, спортивную площадку и реконструировать пирс. Второй этап оценен в 257 миллионов рублей. Работы начнутся уже в этом году, завершатся в следующем. В Магадане власти муниципалитета держат на контроле программу формирования доступной городской среды. На выездном совещании мэр Магадана Юрий Гришан и подрядчики проверили два объекта по улице Портовой и Набережной. На первом специалисты почти завершили строительство пандуса, чтобы люди с ограниченными возможностями могли выходить на улицу. Также в подъезде поменяли двери до ширины коляски. На втором объекте другая ситуация. Здесь другое решение вопроса. Невозможно было сделать пандус. Здесь будет установлен лифт и с помощью лифта инвалиды колясочника родственники будут опускать на нижнюю площадку и дальше гулять по двору, посещать какие-то общественные мероприятия, лечебные учреждения и так далее. Юрий Гришан поручил подрядчикам устранить недочеты на объектах. Адаптировать подъезд планируют в еще одном доме по набережной. Там установят подъемник. Мэрия города и правительство области работают над тем, чтобы в новых домах предусматривали квартиры, которые соответствуют всем требованиям. Детской зимней горки напротив Магаданского драматического театра больше не будет. Срок годности конструкции истек. Игровой объект установили 12 лет назад, еще в 2008 году. Деревянные опоры со временем прогнили. По правилам безопасности элементы детские игровые комплексы не должны эксплуатироваться свыше срока эксплуатации, установленной заводом-изготовителем. Данная конструкция будет демонтирована. Часть ее элементов пойдут на ремонт других форм, где они могут быть применены. А основные столбы, конечно же, будут утилизированы. Излюбленного игрового места для детей больше не будет. Но в Казаха говорят, что зимой здесь возведут снежную горку, как это делали раньше. О том, появится ли новый городок на этом месте, пока неизвестно. По словам специалистов, для возведения школы эта территория маленькая. В муниципалитете в ближайшее время решат, как обойтись с участком земли в центре культурного квартала. Сотрудники Росдорнии проверили выполнение дорожных работ в Магадане в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Специалисты взяли образцы и отправили в лабораторию. После исследования ведомство предоставит протоколы и рекомендации. Визуально все в порядке, говорят эксперты. Визуально отобранные керны показывают достаточно неплохой результат. То есть геометрия слоев соблюдена. Фракции, мы видим, они разделяются на мелкую и крупную. Ну а лаборатория уже выдаст точный, как говорится, диагноз. Сотрудники Росдорнии работают в три этапа. Проектирование, мониторинг соблюдения технологий производства и диагностика участка дороги. Сейчас специалисты на втором этапе. После того, как проект отдадут в эксплуатацию, эксперты перейдут к диагностике. Произойдет это ориентировочно в ноябре. Жители поселка Ола признали виновным за разврат. По версии Следственного комитета по Магаданской области, в январе 2020-го 34-летний ранее судимый мужчина в мессенджере вступил в переписку с несовершеннолетней, о возрасте которой ему было достоверно известно. Он общался с ней на запретные темы и отправлял фотографии интимного характера. Факт совершения преступления был выявлен сотрудниками МВД России по Ольскому району. Далее следствие привело прямые доказательства причастия мужчины к преступлению и суд признал его виновным. Исследовав материалы уголовного дела, Ольский районный суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Мужчина свою вину не признает и находится под стражей. Приговор суда еще не вступил в законную силу. 3 сентября в Магадане пройдет всероссийская акция «Диктант Победы». Ее включили в перечень основных мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы. Организатор акции партия «Единая Россия» в областном центре планирует открыть не менее трех площадок. Кроме того, диктант можно будет написать онлайн. Принять участие может любой желающий. У нас будет организована одна стационарная площадка. На сайте диктантпобеды.ру можно будет зарегистрироваться на эту площадку. Также можно будет пройти этот диктант в онлайн формате, либо прийти на эту стационарную площадку. По словам специалистов, цель проведения диктанта – изучение истории Великой Отечественной войны. В этом году в тесте будет 25 вопросов вместо 20. Пять из них будут связаны с региональной спецификой. Подготовиться к тесту можно на сайте проекта «Диктант Победы РФ». Также на портале можно получить диплом участника диктанта Победы. Диктант Победы РФ 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 и крепеж в ассортименте. Осуществляем доставку по звонку. Телефон 63 66 92. Субтитры создавал DimaTorzok